Баронесса Кэролен Кокс на дебатах в Палате Лордов Великобритании на тему геноцид, привлечения виновных к ответственности, заявила, что неспособность привлечь к ответственности виновных в геноциде дает им зеленый свет на продолжение действий. Неспособность международного сообщества отреагировать на геноцид армян подтолкнула Гитлера к Холокосту с его печально известным замечанием, кто сегодня говорит об уничтожении армян, заявила она. Тем не менее, правительство и ее величество по-прежнему отказывается признать геноцид армян и не сделало ничего, чтобы положить конец безнаказанности, с которой Турция и Азербайджан совершают геноцид против армян Арцаха, как утверждает Джиначит Воч, добавила Баронесса Кокс. Мы надеемся, что будет гораздо более адекватный ответ на недавнее вторжение Азербайджана в суверенное государство Армения, убийство и захват армянских солдат, отметила она. А вот заместитель министра иностранных дел Великобритании Уэнди Мортон настолько глубоко озабочена напряженностью на армяно-азербайджанской границе, что кушать не может несет полную ересь. Мало того, что ее озабоченность проснулась спустя три недели после вторжения азербайджанских войск на суверенную территорию Армении, так она еще имеет наглость требовать отвода войск обеих сторон. То есть Армения должна отвезти свои войска со своей же территории. Вы там, в филиале British Petroleum, совсем нас за дураков держите. Основные тезисы Макрона на брифинге с Пашиняном. Несмотря на прекращение огня 9 ноября 2020 года, еще очень многое предстоит сделать. Франция подтверждает свое требование к Азербайджану о немедленном освобождении армянских военнопленных и других удерживаемых лиц. Очень важно обеспечить доступ международных гуманитарных организаций на территорию Карабаха. В качестве сопредседателя Минской группы АБСЕ Франция считает необходимым снижение эскалации и возобновление диалога, в том числе напрямую между странами. Азербайджанские войска должны покинуть суверенную территорию Армении. Судя по заявлению Макрона после встречи с Пашиняном. Французский легион Никол с собой не привезет всюнк на самолете. Откладываем багеты в сторону и понимаем, что желающих воевать за армян нет и не будет. А нам и не нужны французские солдаты, нам нужны французские деньги. В их речи был намек на инвестиции в бизнес, а также на реализацию инфраструктурных проектов. Если мы не выдаем желаемое за действительность, и они и вправду договорились о нужных нам сейчас проектах, то Пашек не зря слетал. Спикер над Собрания Франции Ришар Ферран на встрече с Николом Пашиняном заявил, что Париж уделяют пристальное внимание процессам, происходящим на Южном Кавказе, передает Арменпресс. «Франция на стороне Армении, передайте, пожалуйста, наше послание армянскому народу. Мы сделаем все возможное для установления стабильности и процветания в Армении. Вы всегда полагались на нас. Вы можете положиться на нас сейчас и в будущем», — сказал он. Пока Ракел Ика ждут Пьера и Жана из Французского легиона для защиты его родины, подведем итоги пресс-конференции Макрона и Пашиняна. Во-первых, Пашинян сыграл еще одним козырем, прямо недвусмысленно позвав Францию в Армению. Прямым текстом ставя ультиматум другим игрокам в регионе. Во-вторых, Франция хоть и не мировой гегемон, но многие вопросы в мире решает, имея и политический, и экономический вес. Франция — это весомая часть Евросоюза. В-третьих, это минская группа АБСЕ, которую Алиев торпедирует, твердя о отсутствии арцахского вопроса, но не тут было. Выпускнику МГИМО, видимо, неизвестно, что такие вопросы без США и Европы не решаются. А в-четвертых, это инфраструктурные проекты, полагаю, имели в виду именно транспортный коридор Север-Юг. А про коридор через Мегли на Турцию означает геополитический суицид Армении, считает Саркис Цатурян. Главный редактор и ареалист о бездействии ДКБ, проазербайджанской позиции Кремля и новой роли Ирана в Закавказье. Ждем дальнейшего развития событий. Сопредседатели Минской группы готовы направиться в зону конфликта на армяно-азербайджанской границе. По словам постоянного представителя России при АБСЕ Александра Лукашевича, сопредседатели Минской группы Стефан Висконти, Франция, Эндрю Шафер, США, Игорь Попов, РФ, могут в ближайшее время направиться на границу Армении и Азербайджана, где не утихает конфликт между двумя странами. По словам Лукашевича, доступ сопредседателей в зону напряженности, оценка ситуации на месте и общение с конфликтующими странами крайне важны на данный момент, и соответствующие возможности будут предоставлены им уже вскоре. Напомним, что инициированный Азербайджаном, 12 мая оккупировавшим территорию Армении близ Черного озера, приграничный конфликт между Баку и Ереваном не разрешен до сих пор. За это время азербайджанские войска активизировались и на других направлениях, в частности, в Гигар-Куникской области они взяли в плен шестерых армянских военнослужащих, а ранее, применив оружие, убили контрактника ВС Армении. По количеству и содержанию комментариев армян на тему переговоров Пашиняна и Макрона я делаю уверенный и не первый для себя вывод о том, что самая большая проблема армянского общества – это не Николаканы и робосержи, а профессиональные чузохи. Чузохутюн – это свойство, которое выражается вечным недовольством чем-нибудь, неважно чем. Случилось, а почему так, а не вот так? Мы хотим вот так. Не случилось, ну, я же сказал, что мы никому не нужны, все нас кинули. А после этих глубоких размышлений делается не менее глубокий вывод о том, что нам никто и ничего не надо, мы же умные, придумаем что-нибудь. И все знают, что никто ничего не придумает. Будут дальше злиться на всех, даже на Францию, потому что нам никто не помогает. И ни один чузох не додумается, что начинать надо с себя. Я никогда не думал, что мне придется объяснять взрослым людям банальные вещи, но, видимо, этот торжественный момент настал. Итак, страшная тайна для армянских чузохов, которые, как известно, являются лучшими в мире экспертами по геополитике и садоводству. Самые важные заявления на политических переговорах высокого уровня делаются, вы не поверите, за закрытыми дверями. И если на брифинге Макрон не грозил никому показать Кузькину мать, это не значит, что за кулисами он не сказал Пашиняну что-то очень важное. Представляете? Оказывается, так можно было. Все те, кто жалуются на Францию и на то, что она только балаболит. Ребят, ну Франция официально и не наш военно-политический союзник, лишь очень дружественная для нас страна. Они союзники, мы по нашей собственной глупости. Складывали, складывали яйца в одну корзину и получили то, что получили. Объясните, пожалуйста, разве Франция нам что-то должна? Почему все ноют насчет США и Франции? Мы с ними союзы заключали. На основании чего мы должны ожидать от них помощь. За нашу древность. Что мы первые приняли христианство? За то, что там наши диаспоры есть. Политика не так работает. Поймите уже, что миром правит капитализм. Миром правит сила. Мы 30 лет кормили чужую армию и надеялись, что она нам поможет. А надо было кормить свою. Пускай привлекаются инвестиции в Армению. Что за нытье насчет военной помощи? Инвестиции – это та помощь, которая нам сейчас нужна. Эти деньги послужат базисом для выстраивания страны и военной сферы тоже. Чем больше иностранных инвестиций будет в Армении, тем больше вероятность того, что страны, вложившие деньги, захотят эти инвестиции защитить. Это, в свою очередь, будет означать дипломатическую поддержку. Это та самая поддержка, которую мы так толком и не получили во время войны.